здравствуйте всем доброе утро я сейчас с лили и с мамой нахожусь в брауншвайге у нас здесь одна важная встреча иду по этим улочкам я говорю господи сколько же мы ездим здесь по дорогам по автобанам по парковкам паркуемся и все время концентрируемся только в самом центре брауншвайга а здесь такие красивые домики и очень хочется в общем вместе с вами по этим улочкам пройтись и вам это показать надеюсь вам это тоже будет интересно так этот домик на реконструкции посмотрите есть вот еще такой дом ей не знаю нужно будет прочитать его историю я знаю что если в википедии ввести брауншвайг то принципе это видно здесь видите такой микс да фахверковые домики это естественно те домики которые так это как раз вот те домики в которых мой брат говорил о том что нельзя ничего в них изменять они должны оставаться такими же называется день к большом цене под защитой юнеско то есть если вы купили такой домик и например там балки покрашены в серый цвет то если вы решите его отреставрировать таким же должно быть у магазинчик декора красиво мне нравится а это цветочный магазин видите здесь разрешено только два человека одновременно чтобы находилась два клиента в магазине ладно я так люблю такие дома вот посмотрите низкие маленькие по этим балкам можно определить высоту потолков посмотрите средний этаж раньше это использовали как склад полтора метра примерно высота представляете вот у вас например трехэтажный дом на средний этаж и его высота всего лишь полтора метра старинные двери тоже красиво так собор солнышко сегодня светит холодно но светит солнышко я просто оглядываясь назад чтобы не потерять своих попутчиков так люблю эти фахверковые домики они кажутся просто игрушечные правда как будто кукольные я на работе буду завтра я гостаре я читаю ваши сообщения спасибо кто пишет сохраняя заново ваши номера телефонов пишите пожалуйста имя и адрес алена крым юля оксана так кто еще мне написал ирина ваше сообщение видела номера сохраняю вы не удивляйтесь что я просто открываю сообщение просто сохраняя номера когда буду на работе буду отвечать на ваши вопросы красиво солнышко светит как будто вот прям освещает именно этот храм до лиля у тебя навигация куда идти прямо хорошо идем прямо так украинский флаг или мне кажется поэтому вот здание сейчас посмотрим а может быть это просто флаг футбольные команды брауншвайк класс посмотрите это все натуральное дерево видно да красиво до этого я делала видео для вас с противоположной части центра брауншвайга нет это все таки не украинский флаг это флаг футбольной команды брауншвайга так вот видите у них тоже правило двух г имфт это значит те у кого есть прививки и генезен это те кто уже переболели короной видно да то есть только этим людям можно войти в это заведение лиля я же правильно говорю мы находимся по другую сторону шло с аркадена да то есть мы до этого ходили всегда это на восток а это сейчас на за нами ратуша но в ратуши мы уже делали видео там где мы на колесе с тобой сидели обозрение посмотри какой домик красивый я не какая крыша и ангелочек сверху илька посмотри какая прелесть тоже интересно представляешь сколько лет этому дому может на нем написано 1590 год до 1590 как им разрешили эти лампы сюда повесить представляешь как мне пришлось уговаривать чтобы мне разрешили цветочные горшки повесить на фасад а здесь сколько всего так что это это ресторан красивый домик здоровая с ютубом говорит доброе утро ютуб или обрати внимание какой здесь микс фахверковые домики и такие дома а здесь символика города лев так солнышко светит проходим уже ёлочки стоят уже ёлочки стоят так что это у нас так что это у нас ждите 6 музеем это музей в городе брауншвайг посмотри мордашки на фасаде представляешь какая высота здесь потолков налево да а ты здесь уже была я я вот обратила внимание что мы всегда с другой стороны ходим там где все магазины центр здесь я же никогда не ездила на трамвае я не знаю как это вообще здесь я на проезде никогда не ездила здесь же нет зебра здесь же нет зебра здесь налево или посмотри какой балкон красивый Нет, улица мне знакомая Вот эта магнитура Наверное, здесь какая-то была Посмотри, какая высота потолку Какие окна большие В музее были? А, все, я поняла Точно, где эти динозавры были? Ты помнишь, когда от Ивашки вопрос Говорит, а ты в своей молодости динозавров видела? Говорю, конечно, они по саду бегали Интернет, да Интересно, это дом? Да, дом Я думала, это церковь, но потом я увидела Это одеяло, которое сушится к нам Это дом А похоже на церковь, правда? Да Я бы не сказала, что это новый Это мне чем-то напоминает Остервик Это, наверное, 1800 какой-то Архитектура Я тебе говорю, это 1800 какой-то год Это мне напоминает Здание в Остервике Лиль, посмотри, какая машина Смартик Может, себе такую взять? Проблем с парковкой не будет Можно просто заехать в ней в магазин Заказ ее поставить, Лиль Так Где? Да, красиво Вообще, Брауншвайг красивый город Мы сюда уже пришли, да? Куда шли, туда пришли Поздоровайся со всеми Скажи, доброе утро Доброе утро, страна Всем хорошего настроения Лилечка Лиля, покажи Ты еще не в таком хорошем мне настроении Ты еще не в таком Обратите внимание на это растение Это рододендрон Рано весной цветет Такими вот крупными, с ладонь просто Цветами Обожаю Обожаю это растение Но вот ему, наверное, то, что здесь растет Ну, не знаю, ему, наверное, лет 40, либо 50 И в этом году он готовит почки Для цветочков На следующий год Сейчас вам покажу Так люблю рододендрон Видите? Цветочек Вот Зацветет Это весной Будет такой огромный-огромный Красота какая Растет только в полутени и в кислой почве Так, ну, ладненько, мои хорошие До скорого Здравствуйте, мои хорошие Я уже из Броншвайга приехала в Зальцгиттер Покажу вам Захожу в гости к своему коллеге Когда-то у меня был вот здесь магазин Вот этот, который светится Это был раньше мой магазин Где был филиал тоже Тренд Сентроэма Затем по соседству открылся цветочный магазин И я решила магазин в Зальцгиттере закрыть И оставить магазин только в Госларе И вот этот цветочный магазин перекупил мои полки, декор и так далее Мы дружим с хозяином этого магазина Он немножко говорит на немецком А так вообще мы общаемся на английском И его родной язык арабский Вот эти полочки Они просто подошли идеально сюда В Гослар бы они не поместились просто по размеру Та же мебель, тоже цветы Знакомьтесь Знакомьтесь, это Асель Это русский Аба-энглиш Здравствуйте Здравствуйте, да Он говорит только на арабском, либо английском Вот Он флорист То есть здесь вы, если приходите И какие-то цветы заказываете То эти цветы I told you that you are florist Yes, sorry И вот здесь вот я всегда говорю Вот такого магазина в Зальцгитере не хватало Почему? Потому что это нестандартный магазин Вот у нас можно в супермаркете букет цветов купить Они здесь это все делают по-другому И они тогда пришли в магазин Они знали, что у нас идет распродажа Потому что мы магазин закрываем И они кассу купили Ну, стол вот этот вот То да сё да сё А потом я пришла в конце И здесь были его работники Я говорю, дайте мне шефа Они мне, в общем, шефа дали Я говорю, так Говорю, забери все остальное У меня это не помещается И я это не подарила Я это продала Но я все равно благодарна за то Что он на это согласился Потому что мне просто повезло Что у него был склад Я ему назвала сумму X Он это все купил А так бы мне пришлось склад арендовать И это, я бы сказала, нетипичный стиль магазина Для Зальцгитера Потому что мне это больше чем-то напоминает Францию И у него семья флористы Есть еще в Арабских Эмиратах You have also family in Saudi Arabia They also flowers В Дубае А, в Дубае В Дубае у него есть еще семья We have two shops flowers Yeah, in Dubai And don't charge you In Dubai, in Emirates В Дубае у них еще два магазина флористы Они, если, знаете, если я не успеваю в этот магазин В полпятого проснуться и поехать Я могу ему просто написать в WhatsApp и сказать Например, там Ассель, ты можешь мне там Амарилис привезти? Потому что я не буду только из одного Амарилиса ехать в Брауншвайк Да, и потом я прихожу и сюда забираю Марсель делает для него также проспекты, рекламу Мы как-то так смеялись вообще Потому что я сюда пришла И здесь вот этот товар Везде, вот это тоже люстра от меня Везде висело мое имя на этом И люди подумали, что это мой магазин А они мои работники И я ему тогда сказала Это, конечно, классно, что ты делаешь такую рекламу для меня Но они все думают, что это мое, а не твое Поэтому ты должен твои этикетки ставить Потому что все думают, что это мой магазин Что я просто магазин меньше сделала Так как я и это помещение использовала и то Здесь у меня просто стояла мебель Это было как, ну, этот магазинчик был закрыт А по соседству, ну, как склад Склад только в виде магазина А рядом был большой магазин Ну и, в общем, это, конечно, понадобилось им кучу времени Чтобы они вообще, в принципе, все это успели изменить и так далее Я говорю, что вам еще показать? Он говорит, покажи то, что здесь твое Ну, как бы не мое, это его Да, он говорит, вот это же тоже все твое У них тоже там есть свое мыло и так далее Вот часики, это тоже все наше Ну, как наше Уже не мое Но я тогда ему сказала, говорю Это, конечно, круто, что мои ценники стоят И мое имя стоит Но люди думают, что это мой магазин А это не мой магазин Поэтому переделай это А для меня лично интересно Вот как они совершенно по-другому это декорируют It's also nice Посмотрите, настоящая елочка Кстати, я нахожусь в абсолютном шоке Потому что я приехала по делам в Зальцгиттер И в Зальцгиттере есть рождественская ярмарка А в Госларе нет Я вообще ничего не пойму Гослар всегда был по показателям зеленый Там было 35 заболевших на 100 тысяч В Зальцгиттере было 300 заболевших на 100 тысяч В итоге у них ярмарка есть А у меня ярмарки нет Он тоже смеется Я говорю, ты знаешь, у нас отменили Рождество У вас Рождество есть Я в шоке Они сами комбинируют цветочки и так далее Интересно сделали Вот, кстати, сетка Я сейчас специально поверну камеру Видно? Сетка Эта сетка была у меня на фасаде А они интересно придумали Потому что повесили крючки Еще раз покажу Видно, да? И вы знаете Я когда здесь прохожу В этом пассаже Один раз решила пройти Чтобы меня никто просто не заметил Ну а как могут не заметить? Они-то все это знают Они мне потом пишут в WhatsApp Ты что, на что-то обиделась? Почему ты с нами не здороваешься? Почему ты не зашла, не поздоровалась? И, кстати, я здесь купила такую штучку В которой можно ладен сжечь И в которой можно Ну вот эти угли В общем, юзерлик и все это Это у него тоже есть Я это взяла Так, сейчас включила О, у тебя новое лето? Да? Посмотрите, огоньки Сейчас переверну камеру Покажу вам Это то, что относится к флористам И это то, что сейчас Как бы вот дерево, элементы декора Но это флористы Это ко мне не относятся У меня только декор А вот что флористы предлагают в это время Посмотрите, вы видите? Вот такие цветочные композиции Это все живые цветы Мне сейчас, наверное, девчонки напишут Шарится она по другим магазинам А к себе на работу не ходит Дорогие мои, я буду с завтрашнего дня в Госларе Я буду на работе Но просто мне сейчас немножко другие вопросы решить нужно Поэтому у меня, так сказать Незапланированный выходной получился Который я не планировала Я с завтрашнего дня начну обрабатывать ваши заказы Но так как я уже здесь все равно была Сегодня в Брауншвайге И сейчас вот в Зальцгиттере То думаю, покажу вам заодно А где меня носят? И так как я знаю, что нет смысла мне просто тут пробежать То есть нужно зайти и поздороваться Потому что мне потом будут писать А почему ты к нам не приходишь? Почему ты не здороваешься? Поэтому я всегда от сердца говорю комплименты за этот магазин Потому что Зальцгиттер, он совершенно Он не такой, как Гослар А это, я бы сказала, вот в таком стиле магазины Для Зальцгиттера это, конечно, люксус Я вот ему говорю, что я вам объяснила Что это первый цветочный магазин здесь Потому что в Зальцгиттере можно цветы какие-нибудь там купить На заправке Ой, как придумала У меня, кстати, вот эти шарики тоже еще остались Посмотрите, вырезал Посадил цветок У меня эти шары тоже где-то были Класс Это я в Нидерландах покупала Интересно А, вот это вам нужно показать Это я сделала Эту полку я сделала на одном из мастер-классов Вы знаете, что это? Это кровать Вот это голова кровати А вот это ноги Мне это распилили пополам Поставили полочки Было натуральное дерево И потом я это сделала Покрасила нашей краской Даже признаюсь вам честно Я это не красила А я это с пульверизатора сделала Немножко краску водой разбавила Она на водяной основе Видно, да, вот эмблема? Это была старинная кровать Полочка тоже Но вам честно скажу Такое количество вещей из моего магазина здесь Что я даже вот когда мимо прохожу У меня какая-то ностальгия Я всегда смеюсь и говорю Ты мои вещи когда уже продашь? Это уже больше года О, нам сейчас что-то покажет Он говорит Пошли в этот подвал Говорит, можешь посмотреть Как я там работаю Так Ой, как они Посмотрите, цветы мои тоже У меня такие в гостлере стоят Так, я в этой мастерской первый раз Посмотрите, сам сделал из ветки Вот такие огоньки А интересно Это же просто бумага Он бумагой обшил стены Ой, класс It's nice I like it All this stuff Ой, стол мой классный Ой, так все Не буду расстраиваться I love it so much This one Я ему говорю Все, не буду расстраиваться Класс Полочки тоже нет Молодец Посмотрите, мастерскую Мастерскую сделал вот так А он, например, мне говорит Галина, заведи себе тикток У меня тикток Я говорю Да мне хватит ютуба, господи Зачем мне еще тикток Ну вот видите Он показывает в тиктоке Как он эти флористические Всякие вещи делает Ну, прикольно Мне нравится Ой, виноградик мой тоже Это я тоже на фасаде делала Как будто это настоящее дерево было Nice With a paper also nice Классно Витринки стеклянные Иногда так время проходит Думаешь, зачем я их продала Сейчас бы для черного турмалина Понадобились Но они дорогие были Вот такая витрина стоила 150 евро Вот эта витрина Это марка из Нидерландов Видно вам, да? Грибочки мои О, мой стульчик еще Посмотрите Это у меня в комнате Для мастер-класса Вот такие стулья были Я показывала, как эти стулья красить И как этот текстиль красить А вот это, кстати, я тоже покрасила Вот это тоже Это краска Краска А вот здесь вот я добавила корону Видите? Вот эта вот корона, она из этого Она из папы Как это папы? Папир Ну вы поняли Из бумаги А так как у него Папа еще, кстати, ремонтирует швейные машинки То у них со швейными машинками Это тоже все соединено It's very, very nice Perfect Классно И, в общем, ну, он больше в ТикТоке сидит Но я ему говорю, ТикТок это для меня темный лес Не хочу Нам нужен только Ютуб Нам хватит Ютуба Вот такую лампадку я себе, кстати, тоже купила у него Сейчас возьму у него еще уголек Меня, в принципе, на улице уже ждут И будем уходить Thank you so much You're welcome You're welcome I must go Thank you See you later Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Мои хорошие, я вас всех целую Всех обнимаю До скорого Вот покажу вам, как это снаружи выглядит Видите, огоньки уже горят Жду сейчас сестричку Лилечку И потом вместе с ней, в общем, пойдем Дальше А здесь, где арабская одежда Здесь раньше был Тринцентройно Огромный магазин